Тема моей проповеди сегодня называется «Исповедание. Кому и зачем?». Вы знаете, друзья, мы как церковь медийная, много людей в разных местах, странах смотрят служения наши, пишут нам какие-то отзывы, свидетельства. Мы часто ищем вот эти слова ключевые. Если вы знаете, как работает Google, там забиваются ключевые слова. И слова самые популярные, они всегда вылазят в поискове на первом месте. Так вот, скажем, даже в названиях проповедей иногда мы учитываем, чтобы использовать такие слова для того, чтобы больше людей могло найти эту тему, это слово, это проповедь и просмотреть. Также мы рассчитываем на то, чтобы это слово достигало не церковных людей, которые в церкви не сидят и никогда не сидели. И вот что я хотел сказать. Слово «исповедание» в Гугле очень непопулярно. Вот, ну, очень непопулярно. То есть тема вообще как будто не имеет спроса. И я сейчас с вами говорю с перспективы разных людей, верующих и неверующих. Поэтому сегодня я буду говорить на тему, которая очень непопулярна или утратила, как бы кажется, свою значимость. «Исповедание». Исповедание практикуется в разных религиях. В христианстве исповедание существует очень давно. И напрашивается вопрос, зачем и какая польза от этого. Один человек сказал, что, возможно, если бы не было пользы, то, скорее всего, эта практика уже давным-давно бы умерла. Кто-то из вас имеет негативный опыт, а кто-то позитивный опыт в исповедании священнику. В Библии мы видим, что эта практика исповедания, она есть, она была и в Старом Завете, и в Новом Завете. Есть примеры, где люди исповедовали в своих грехах Богу и также человеку, то есть священнику. Сегодня существует мнение, что не нужно больше исповедоваться священнику. Нужно исповедоваться только Богу. При этом часто, когда человек умирает, особенно в госпитале, в армии, почему-то они перед смертью зовут священника. Они в этот момент не зовут друга, чтобы исповедоваться, не соседа, чтобы ему исповедоваться. Интересно, что в этот момент даже не исповедуются по интернету, хотя сегодня этот метод тоже практикуется, но ищут священника. Если только Бог может прощать грехи, какой смысл вообще исповедоваться человеку или служителю? Вот на эти вопросы и на многие другие мы с вами сегодня поговорим. У нас будет минимум две части, а сегодня поговорим. Первая часть, что такое исповедание? Вообще исповедание – это личное признание своих грехов перед Богом в присутствии священнослужителя, в присутствии человека. Зачем нужно исповедание? Два простых пункта вступления. Зачем вообще нужно исповедание? Первая причина – об этом написано в Библии, об этом написано в Писании. Независимо, какой ваш опыт, какое ваше отношение, независимо, старый или новый завет, я хочу подчеркнуть то, что оригинальная идея, она не человеческая. Мы с вами об этом прочитаем. И второе, что сам принцип исповедания взят тоже из Писания. И вторая причина, зачем нужно исповедание – это практика и опыт служения показывает, что в этом есть польза. А для некоторых в этом есть большая польза. Откуда же это взялось? Откуда оно пришло, вот это оригинальное исповедание? Эта практика пришла в христианство из правил, данных Богом во время Ветхого Завета. Впервые исповедание встречается в Ветхом Завете. Книга чисел, пятая глава, шестого стиха написано. Бог дает свою инструкцию. «Скажи сынам Израилевым, Бог говорит, если сделает кто-либо грех какой против человека, то пусть придет и исповедуется в грехах, в грехе своем». Второй пример. То есть Бог дает инструкцию, чтобы люди шли и исповедовали в своих грехах священнику. Именно об этом говорит контекст. Дальше, Левитам, пятая глава, шестой стих написано. «Пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил жертву повинности». И дальше там описывается. «Раньше приносили в жертву животных». «И очистит его кто?» «Священник от греха его». Кто эту структуру придумал? Это вот первый оригинал, вот откуда пришло исповедание вообще. Вот мы с вами читаем его о нем в Старом Завете. В Новом Завете тоже пишется об исповедании грехов. Например, Деяние 19 глава 18. Написано, «Многие из уверовавших приходили, исповедуя грехи, открывая дела свои». Речь идет о уверовавших, которые уже приняли, уже поверили. Речь идет не о исповедании, когда человек первый раз о Боге не знал, вот узнал, что он грешник. Хотя это тоже можно назвать исповеданием. Но люди, которые уже уверовали, верующие люди, они приходили и открывали свои дела. В этом контексте особое внимание уделяется людям, которые участвовали в оккультизме, в чародействе. Но не только эта категория попадает под эту нужду, иногда исповедание. Смысл в исповедании, конечно же, это духовная помощь, это свобода, в которой нуждается человек. Это утверждение в вере. Цель в этом всем процессе – нас вставить человека, помочь ему освободиться от этого груза, чтобы человек получил совет, душепопечение. Для этого Бог поставил священников в народе, чтобы они учили закону Божьему и направляли людей. И вопрос остается, тем не менее, актуальным. Кому нужно исповедоваться? Только Богу? Только пастору? А если я ему не доверяю? А зачем вообще это? Итак, мы с вами сегодня поговорим о трех видах исповедания. Первое – исповедание Богу. Второй вид – исповедание друг к другу. И третий – исповедание священнику, служителю. Итак, начнем с первого пункта – исповедание Богу. В первую очередь, мы должны знать и, как верующие люди, действовать так. Мы должны исповедовать наши грехи Богу. Почему? Потому что только Бог прощает грехи. Повторяю, только Бог прощает грехи. То, что священник может отпускать грехи, эта практика, скорее всего, пришла и до наших дней, она взята из православия. Но сегодня, читая Новый Завет, мы знаем, что Бог только может прощать наши грехи. Ключевое слово для нас сегодня – 1 Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих. Написано. «И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Внимание! «Если исповедуем грехи наши, то Он, с большой буквы Бог, будучи верен и праведен, справедлив, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, если мы исповедуем, если мы каемся перед Богом, во-первых, подчеркивается сам факт «важности исповедания». Дальше здесь написано. «Если мы ходим во свете, как вы это понимаете? Что значит ходить во свете? На практике это как? Свет включить дома, с фонариком ходить. Как это на практике переводится на наш язык? В Писании написано. «Слово твое – светильник ноге моей». То есть один из практических методов, как человек ходит, живет во свете, это когда он исполняет Слово Божье. «Слово Божье – твое – светильник ноге моей». То есть я вижу, куда я иду, я выбираю, куда я иду, и я иду на основании света. Второй момент. Написано, что кто ходит во свете, написано, имеет общение друг с другом. От света Слова Божье, хочу еще добавить, этот свет, он просветляет наши мысли. Если этот свет не просветляет наши мысли, у нас автоматически генерируются плотские мысли, злые. Какой она и она плохая. И мы кормим свою обиду и свое самолюбие. Как мы кормим свою обиду? Мыслями. Но мысли, они уже стают более темные, они светлые. Но во свете мысли стают другие, они стают светлые. Поэтому это отражается на общении. Написано, кто ходит во свете, имеет общение друг с другом. Вы же знаете ситуации и из вашей жизни, когда у вас нет общения с кем-то и не хочется даже с ним общаться. Потому что там мало света, там больше тьмы. Тьма – это вот эта ядовитая обида, скорбь, горечь, причиненная другими людьми. И если у нас этого света не хватает, у нас и общения не будет. Потому что мысли не светлые. Мысли тебя утверждают в твоем монологе, что он не заслуживает даже твоего одного внимания или слова. Дальше, если мы еще спросим себя, что значит, если вы во свете, то вы имеете общение друг с другом, с кем друг с другом. Можно сказать, между людьми общение и также общение между Богом. В одном из английских переводов, изучая это местописание, я нашел, что там пишется «общение твое с твоим Господом». Интересно, что на практике мы это легко понимаем, что если нет у нас мира, то и не будет общения с людьми. Но вот насчет общения с Богом здесь уже чуть-чуть глубже надо разобраться. Как? Если я не во свете, значит, я не имею общения с Богом. Если человек не общается с Богом, друзья, он теряет, простите, нюх или потребность каяться. Он теряет, потому что только влияние света показывает человеку, где он неправ и его недостатки. И он не видит причины, в чем ему исповедоваться даже перед Богом. Мы сейчас даже людей не трогаем. Но если мы общаемся с Богом или с Духом Святым, то эффект, наоборот, позитивный. Ты начинаешь видеть в себе то, что ты не видел. Я не знаю, если у вас такие были ситуации, но я помню вот январь, начало этого года. После длительного поста один из результатов, которых я не ожидал, это желание просто извиняться, каяться. Казалось бы, ну, Господи, я же постился не ради этого. Если бы я знал, что ради этого, чтобы извиниться, то стоило себя вот это мучить и голодать. Я там, у меня такие цели там, Господи, там, скажи, направь там. Ну, а тут, иди там, извинись, там, извинись. Такой человек, вот это эффекты Божьи. А мы других ожидали. Вот когда ты попадаешь под это влияние света, друзья, оно в нас производит желание исповедоваться. Если мы ходим во свете, это слово дает нам мысль, что есть три варианта, как мы можем ходить вообще. Во свете первый вариант, во тьме второй вариант, а третий какой? Полусвет, полумрак, на процентов 70, мрак на процентов 30, свет, плюс-минус, у каждого по-разному, при этом все мы ходим. Ходим, но кто-то во свете, а кто-то так, в полу свете. И мы идем, и при этом и падаем, и ошибаемся, и спотыкаемся. И вот, друзья, как результат света, дальше в этом месте Писания написано, видите, начало, следите за мыслью. Если мы ходим во свете, дальше, будет общение, дальше, и как результат этого общения, что? У тебя будет выбор, исповедоваться, меняться, или остаться на том же уровне. Там стоит, если исповедуем грехи наши. Речь идет, друзья, даже в этом моменте, исповедание Богу. Я знаю, сейчас такой спорный момент, людям не надо исповедоваться. Сейчас мы говорим только о наших отношениях с Богом. Если во свете общение с Богом, то у нас всегда вот это будет процесс освящения, который всегда будет нас подталкивать, и мы будем видеть, в чем нам еще можно исправиться, и в чем нам можно исповедоваться перед Богом в наших делах, поступках или грехах. Друзья, я сейчас не говорю о грехах, таких вот, когда человек живет в грехе умышленно. Я сейчас говорю о христианской жизни, которой вот иногда мы спотыкаемся, согрешаем, хотя любой грех, он нуждается в покаянии. И, друзья, если мы не исповедуем наши грехи перед Богом, то тогда мы попадаем в такую фазу, которая называется есть вещи, когда мы согрешаем хронически и ничего не делаем для того, чтобы избавиться от этого. Что я имею в виду? Если, например, человек согрешил, назовем его в кавычках тяжелым грехом блуда. Он точно знает, что он согрешил, он точно знает, что он должен где-то исповедоваться, каяться, но если человек, например, обманул, ему нужно исповедоваться? Если человек накричал, наорал на детей, на жену, на мужа, нужно ей или ему исповедоваться? Если просто гнев, чаще всего мы грешим языком, это то, что мы чаще всего употребляем и отсюда, естественно, и последствия. Если, например, человек трубку бросил, обозвал кого-то, унизил, смотрел не то, что надо, мы это исповедуем перед Богом? Я сейчас говорю перед Богом. Или мы идем, то есть, разозлился, потерял настроение, наорал, накричал, погневался, а дальше что? А дальше остыл и пройдет несколько дней и будет то же самое. А вот в этом промежутке было у тебя, у меня исповедание Богу? или же хронически то, что мы делаем, оно для нас превращается в норму? И вопрос, который очень важный для каждого из нас, как часто вы просите прощения у Бога даже за то, что вы кричали? Кажется, ну, все кричат, а что мне не покричать, но вот, друзья, влияние света вам поможет увидеть это в другом свете. А когда его там маловато, то общение с Богом, оно такое, знаешь, дежурное, Господи, и там дай, и там помоги, и, Боже, ты уже опаздываешь помогать решать мои проблемы. Важный вопрос, друзья, что здесь написано о грехах во множественном числе. Видите, написано грехи, то есть это могут быть мелочи, их может быть много, разных мелочей в течение дня. Я здесь, друзья, верю, что Бог не то, что он такой, знаете, такой злой, такой, как скажем, ехидный, так вот пытается человека подловить. Вот если человек какую-то мелочь там, не дай Бог, не исповедовал, ох ты попался, будешь жариться. У Бога сердце природа не такая. У Бога сердце Отца любящего. Но при этом, друзья, остается этот принцип влияния света и общения Бога с человеком. И вот этот вопрос исповедания, что он приносит человеку? Если мы исповедуем, то Бог прощает и дальше очищает. А если не исповедуем, то духовно замурзанные, замазанные, загрязанные, я не знаю, как его нарисовать, написать, вот так вот, как бы ходим, ходим, они же ходят. Написано, кто ходит во свете? Очень интересные мысли. Важный вопрос каждому из нас, он неожиданный, но важный, как часто вы молитесь, Господи, покажи мне, где я не прав. Я думаю, что для верующего, зрелого человека это должна быть молитвой нашей. Если мы хотим больше света, то мы должны говорить, Господи, Дух Святой, открой мне. Вы же видите подтверждение в Писании этой мысли, когда Иисус, когда, помните, написано, ты же в своем глазе бревна не видишь, а в других ты видишь, там у них, ох, ох, как им нужно исповедоваться и не выходить из той комнаты исповедания. А в своем не видишь. Вот откуда же эта мысль, идея, что нам нужно и в себе что-то видеть, а иногда мы не видим. Хоть мы и называемся верующими, хоть мы и сидим в церкви, иногда мы не видим. Но вот это влияние света, оно помогает нам видеть. Но снова, если мы не исповедуемся в наших даже вот таких вот поступках, когда, например, человек накричал, наскандалил, разгневался, обманул, разного рода действия плохие в нашей жизни в течение дня, если мы не исповедуем это Богу, то дальше что получается? мы себя приучаем к чему? Мы себя тренируем, что это норма. Вопрос, что делает тренировка? Человек тренируется, тренируется, тренируется с постоянством. Тренировка делает людей профессионалами. Мысль понятна? Только в этом случае профессионалами не в ту сторону. То есть наорал, обманул, погневался, еще что-то сделал, а потом, Господи, на сон грядущий благослови, Господи, и то благослови, и там помоги, а как насчет, а там, а это норма уже, это уже норма, там уже все. Видите, вот почему здесь идет речь об общении, там уже общения нету. Когда ты приходишь к твоей жене, вот это сделай, вот это дай, это уже такое, знаете, общение такое, такое себе, ну спросите, какое оно, да? Вот так вот иногда мы и к Богу приходим, а когда ты говоришь, я извиняюсь, дорогая, о, уровень общения, видите, как, о, уже Ивана вас начала слушать двумя ушами, а то только четверть было, ты там что-то рассказываешь, рассказываешь, она уже это слышала, а тут общение идет на другом уровне. Вот почему важно, друзья, для нас понимать эти принципы. И когда мы приходим к Богу и падаем перед Ним на свое лицо и говорим, Господи, прости меня, я ненавижу то, что я делаю хронически, пусть это мелочь, пусть все орут на своих детей, ну и что? Но это не значит, что это правильно, и кто-то приходит и Богу говорит, Господи, избавь меня, я не люблю это, я не хочу это делать, я сам не справляюсь с собой. Вот позиция сердца. Или другой вариант, наорал, отошел, остыл, дальше пошел по жизни, снова наорал, дальше пошел, никаких проблем. Просто вот, но если мы приходим к Богу с таким сердцем, Господи, исповедую перед Тобой, то написано, кровь Иисуса Христа, она нас прощает, она нас очищает, очищает и от вернословия, и от всего остального. И в заключении этого стиха, друзья, важно подчеркнуть, что если мы признаем свою вину, если мы исповедуем перед Богом, то Бог прощает. Вот это важно знать. Написано, то Бог простит. И это надо принимать верой, а не чувствами. Иногда бывает такое, я не чувствую, что Бог меня простил. И вот здесь вот уже, вот почему здесь поставлены служители, которые человека утверждают в вере. Если ты признаешь, исповедуешь, то Бог прощает, а дьявол мучит, мучит, что ты не имеешь, ты вообще не заслуживаешь, тебе нет прощения до могилы. Но Бог прощает. Вот почему мы приходим к любящему нашему Богу. И стоит отметить, друзья, что когда мы грешим против человека, в первую очередь мы грешим против Бога. Вот эту мысль надо повторить. Даже когда мы грешим против человека, в первую очередь мы грешим против Бога. Приведу вам пару примеров. Псалом 50. Написано с пятого стиха. Ибо, Давид молится, ибо беззакония мои я осознаю. Вот исповедание. Я осознаю. И грех мой всегда передо мною. Вот видите, оно ходит. Ты спишь, ты прячешься, ты уехал в Мексику. Оно перед... Ты не можешь его вытереть с памяти. Ты понимаешь, ты согрешил. Вот почему иногда люди бегут на исповедание. Потому что оно их давит. И дальше он говорит, тебе, тебе единому согрешил я. Лукаво я сотворил перед очами твоими. Так что ты, Бог, праведен в приговоре твоем. Вопрос, перед кем Давид согрешил? Я думаю, в первую очередь ему нужно было извиниться перед мужем Урия. Имя человека, которого Давид, ну такими, знаете, левыми путями через других убил. Жену забрал. Кажется, нужно вот там каяться и исповедоваться. Смотрите, формулировка. Смотрите, какое пронзание света. Он говорит, Боже, тебе, тебе единому, подожди, а Урия, а Версавия, в первую очередь ты Бога, ты против Бога это сделал. Ты в первую очередь перед Богом согрешил, а потом и перед Урией обязательно, и перед Версавией обязательно, ты тоже виновен. И вот здесь, друзья, еще вам приведу пример из нашей практики, как мы в первую очередь грешим против Бога. Ифесянам 4 глава написано в 30 стих «Не оскорбляйте Святого Духа». Это уже написано вот в Новом Завете «Не оскорбляйте Святого Духа». Значит, Дух Святой может быть оскорбляемым каждым человеком. И это говорится к верующим людям, потому что верующие люди, только верующие имеют Дух Святого. Дальше написано «Всякое раздражение» это уже ближе к нам, «Ярость» это уже знакомо, «Грев», «Гнев», «Крик» это мы тоже пробовали, злоречия, со всякою злобою, да будет утолено от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте, как и Бог простил вас». И вот кажется, мы не Духа Святого оскорбляем, когда мы раздражаемся. Мы раздражаемся на Ваню, на Саню, на Маню, а оказывается на Духа Святого. потому что, как это раздражение, как это оскорбление к Духу Святому выражается на практике, описано дальше, все как по полочкам. Здесь уже, я думаю, объяснять не надо. Не оскорбляйте Святого Духа, а мы же не на Духа Святого кричали, мы же не на Духа Святого унижали, мы же не, мы же с человеком имели дело, но это поступок оскорбляет Святого Духа. Вот почему в первую очередь, когда мы грешим, мы в первую очередь грешим против Бога. Вот почему исповедоваться нужно Богу обязательно, признаваться обязательно. Вот почему в течение дня мы можем оскорблять Святого Духа, а потом мы ожидаем, чтобы этот Дух Святой у нас как-то в нашей жизни, как-то в нашу пользу работал. Но ведь мы же даже перед Ним не извинились. Не говорим уже о том, что мы перед человеком не извинились, мы даже перед Богом не исповедовались за крик, за гнев, за ярость, за злоречие. Мы просто по жизни пошли дальше. Это было уже не раз, это уже норма, это хронически. Но Писание призывает нас, если мы исповедуем, то тогда прощается, очищается, и тогда мы и с Духом Святым налаживаем свои отношения. Псалом 118, простите, 18, написано, 13 стих, он говорит, Господи, кто усмотрит погрешности мои? От тайных моих очисти меня. То есть, он идет еще на уровень глубже, и он перед Богом исповедуется и говорит, Боже, даже те вещи, которые никто из людей не знает, вот даже вот это, прости, очисти, он не даже это признает. Я помню, как я, один человек, исповедовался в своих грехах, и он говорил, Господи, прости, и он говорит, если я что-то забыл, даже и это прости. Видите, как человек идет полностью, полностью, на все. Господь, просто хочу свободу, надоела вот эта жизнь двойная. 1 Тимофея 5, написано, грехи некоторых людей явны, прямо ведут к осуждению, и мы их осуждаем, а некоторых грехи открываются впоследствии, со временем, позже, но они все равно открываются. А перед Богом вообще нет ничего скрытого. Псалом 50, написано, 12 стиха, сердце чистое сотвори во мне Божие, дух правый обнови во мне внутри, возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Сколько важных заявлений. Снова, смотрите, молитва к Богу. Первое, сердце чистое сотвори во мне. Здесь, если вы прочитаете контекст, здесь перед этим идет исповедание Давида. Давид кается в своих грехах. Он признает свою ошибку. И он говорит, Господи, очисти. И дальше, смотрите, какое влияние греха, какое вот последствие, когда человек не исповедует свой грех перед Богом. Радости нету. Нету. И тут вопрос даже не в деньгах. Вы же знаете, что люди миллионеры самоубийством заканчивают. Ну, им же можно было бы купить на три лимона радости. Ну, а почему она не покупается? Потому что там внутри это духовные вещи. Здесь, как бы, амазон и доллары не решают эти проблемы. Возврати мне радость спасения. А дальше написано и дух мой. Вот в синодальном переводе, может быть, не сильно, как бы, понятно. Реистор. Восстанови дух. В новом переводе написано снова сделай мой дух сильным. В некоторых King James Version в английском переводе написано сдай мне дух свободный. Give me a free spirit. Вы понимаете, друзья, человек встает в духе несвободным. Дух встает слабым. Дух увядает. Вот почему Давид просит Господи, ты мне мой дух обнови. Он у него есть. Он ходит. Он кушает. Все вроде бы живет. Но дух настолько завял, настолько там нету жизни. Он говорит, Господи, обнови. И один из методов. Он говорит, Господи, прости, признаю, исповедую. Не хочу жить вот так вот хронически. Туда-сюда ходить, как бы пойдет, сойдет. В церковь схожу, руки подниму. Аллилуйя крикну. Нет, это и другие есть более глубже методы. Интересно, что это влияет на дух. Вот этот процесс исповедания перед Богом влияет на дух. Он стоит свободным и он стоит сильным. Дерзновение приходит к Богу даже в наших нуждах и в наших молитвах. Как важно об этом молиться. Это отражается на наше настроение, это отражается на наш дух. И важно помнить, что Бог прощает, друзья. Бог прощает. Если мы идем к Богу искренно, Иеремии 31 написано, я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Автор Сергеевич Пушкин. Нет, Пушкин не забудет. И мы тоже иногда не забудем. Вот здесь, друзья, вам важно увидеть величие Бога. Бог сказал, Он забывает, Он прощает. Как хорошо, что Бог не такой, как люди. Вот как сильно Бог нас милует и прощает. Вот, друзья, как важно идти к Богу в исповедании. Тогда мы будем иметь с вами свободу, радость и силу в нашем духе. Поэтому действуйте во имя Иисуса Христа. исповедуйте перед Богом каждый наш день. Второй пункт исповедания друг другу. Итак, первое, это мы исповедуем наши грехи перед Богом и в Писании говорит, что если исповедуем, Бог прощает. Второе, в Ветхом Завете мы знаем, что согрешивший должен был исповедовать свои грехи перед священником. А что же об этом говорит Новый Завет? Иакова, 5 глава, 16 стих написано, «Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Новый перевод. «Исповедуйтесь же в своих грехах друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться». Очень интересная формулировка. Как это понимать правильно? Вот написано, вы все прочитали, «Исповедуйтесь друг перед другом». Здесь не имеется в виду, что когда ты согрешил, что тебе нужно исповедоваться твоему другу, ровеснику или себе подобному. «Исповедуйтесь друг перед другом». Во-первых, в первую очередь имеется в виду «Исповедуйся перед тем, кого ты обидел». Перед кем ты виноват, перед кем ты неправ. легче пойти и сказать «Господи, прости меня» сто раз, чем твоему другу прийти и сказать «Прости один раз». «Исповедуйтесь друг перед другом» это исповедание равно признание. «Исповедуйтесь» значит признавайтесь в своих ошибках, в своих грехах перед людьми. Это приносит свет в жизнь. Вот это приносит легкость. Вы заметили, что люди даже в Америке не очень загружены, загружены, такие мы ходим, но то, что мы забизены, это одно, это без перевода все знают, а вот загружены, вот это уже как бы знаете, вот это тяжесть, набрались, насобирали и ходим, ходим, и так как бы глаза как бы к небу говорят не можем поднять, а чтобы выпрямиться тут написано как это работает, чтобы осанка так духовно знаете поправилась. Исповедуйтесь друг перед другом. Еще одно подтверждение этой же мысли, друзья, помните, написано оставь дар твой, когда ты пришел перед Богом. Там люди, они всегда были, не хочу у них даже разговаривать, а вот Богу я дар несу, я Богу поклоняюсь. I worship my Lord, my God. Stop, hold on, my son. Go and reconcile first. Пойди сначала примирись, пойди сначала наладь отношения, общение, а потом приди и будешь мне говорить аллилуйя. Потом будешь мне жертвовать деньги, это там не покупается. Вот почему написано прежде оставь дар свой, а потом приди и принеси дар Богу. Я понимаю, есть люди скандальные, которые не хотят примиряться, вы у них просите прощения, они даже и трубку не поднимают и не реагируют. Об этом тоже написано в Библии. если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми, то есть значит с некоторыми невозможно, то есть он не захочет прощать, не захочет примиряться, не хочет налаживать отношения, но ты главное будь уверен, что со своей стороны ты сделал все, чтобы их наладить. Исповедание, то есть признание, это большой шаг к победе. Вы знаете, друзья, что много хороших докторов, дали много хороших советов, но пока больной не признал диагноз, эти советы это такие, ну не знаю, такие классные цитаты дня, да, вот их можно просто ставить на инстаграм смело. Держи себя в форме. I will share this quote. И все. А если даже человек признал свой диагноз, о котором доктор ему говорил, это еще не все. Признал это путь к победе, но дальше, если он не начнет принимать лекарства, заниматься, то тоже это процесс. И вот, друзья, когда мы имеем дело с нашими хроническими ошибками в течение дня, если мы их не исповедуем, что мы к ним привыкаем? У нас два пути. написано не оскорбляйте Святого Духа. А если мы оскорбляем, 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 мы привыкаем, мы уже не понимаем, что мы оскорбляем. Вот поэтому, друзья, нам важно здесь это понимать, что когда идет речь исповедуйтесь друг перед другом, в первую очередь исповедуйтесь перед тем, кем вы виноваты, а второе, можно сказать, значит, можно исповедоваться не только пастору, а просто людям, написано друг перед другом. Да, друзья, но в Новом Завете нет прямого повеления, что обязательно нужно исповедоваться только служителю или только пастору. Но есть большое но. Практика и опыт показывает, что многим людям это очень не полезно. Исповедание перед человеком или перед священником особенно, а для некоторых это даже очень-очень необходимо. И если вы даже и выбираете исповедоваться перед человеком, понимая, что Бог все прощает, то это должен быть человек достаточно духовно зрелый, богобоязненный, который может тебя наставить, который компетентный, который может тебе помочь, который работает на созидание церкви, в ком нету духа овесолома. А, да, тебя некому выслушать, да, ой, я тоже так давно думал, ну, понимаю тебя, давай, приходи, расскажи, а что еще у тебя плохо, ой-ой-ой, да, тут некому до тебя дело, ты вот, и вот есть такой как бы вид исповедания, главное, друзья, чтобы это тебе духовно помогло, тебе оно помогло, потому что можно рассказывать кому что угодно, но вы знаете, бывает, рассказал исповедание какому-то человеку, и знаете, что произошло, сам был, если не убит, то ранен, рассказал другому, а теперь два раненых, он не знает, что с тобой делать, он просто не знает, что с тобой делать, ты не спал, а теперь и он не спит, вот друг нашелся, с одной стороны, как бы хорошо, хоть вместе пообщаемся, все равно не спим, но здесь как бы же смысл в другом, друзья, чтобы в этом была польза, польза, в первую очередь для тебя, я знаю, что есть иногда много желающих быть душепопечителями, сегодня это модно, но я вижу, друзья, что иногда эти люди сами нуждаются в душе попечении, я не хочу никого унизить, но просто вижу, иногда они незрелые, много крайностей, сами живут там в обидах, у них бунт, у них нету баланса, у них характер вообще немирный, но они предлагают людям помощь, консультации, я при этом верю, что есть и зрелые люди, которые искренно хотят помочь людям, и они помогают, слава Богу за таких людей, но смотрите, друзья, на плоды, не на улыбку только, не на улыбку, а на плоды, потому что для вас же важно, чтобы в этом была польза, и даже тот факт, что написано в Писании исповедуйтесь друг другу, который для некоторых дает зеленый свет, что я могу идти исповедоваться другу или соседу, при этом, друзья, я хотел бы знать, хотел бы предупредить, что в этом, друзья, есть опасность, да, Писание это не запрещает, признавайтесь друг перед другом, исповедуйтесь друг перед другом, освобождайтесь от груза, не носите, пусть хоть так, но пусть хоть как-то тебе, лишь бы тебе это принесло пользу, но в этом есть опасность, когда человек имеет лукавый подход, он манипулирует исповеданием, в чем опасность, мы об этом поговорим во второй части, ну а сегодня в заключение я хотел бы, чтобы перед нашей молитвой мы увидели сам процесс исповедания, друзья, насколько он, с чем его можно визуально сравнить, вы знаете, исповеданный грех, помните, это свет, помните, если мы ходим во свете, то потом Бог нам показывает и когда мы видим, если мы принимаем решение исповедовать, то Бог очищает, а другой вариант, если мы не исповедуем, это равно угол темный, темный, присутствие тьмы, ее немного, этот угол маленький, но он темный, вы когда-нибудь видели змею в клубке скрученную, сколько она места занимает, сколько фитнес, сколько фитнес, примерно, но вы согласны, что мало, вы думаете ей угол хватит, не знаю, как-то змея всегда как-то в углу попадается, темный угол, хватит для змеи скрученной, главное знать, что она там есть, вроде бы все светло, все нормально, есть просто углы, ниши, и там оно есть, а я призываю вас на свет, во имя Христа Иисуса выходите на свет, легче будет дышать на свет, во имя Иисуса Христа, вы знаете, еще с чем можно сравнить исповедание, это когда вот люди бывают боятся темноты, я думаю, у кого-то в детстве было, кто-то сейчас, просто вот, когда темно, самому ему трудно быть, вот когда человек идет путем исповедания, знаете, что происходит, это присутствие другого человека во тьме, все меняет, помню, в детстве мне говорили, вынеси мусор, а я боялся, когда темно, фонарей у нас не было, я говорю брату, пойдем со мной, обстоятельства не поменялись, по-прежнему мрак, по той же улице идем, но кто-то идет рядом, вот исповедание, тьма, на вас двое и все меняется, и этот второй помогает вам пройти через эту тьму и выйти на свет, вот что делает исповедание, поэтому, друзья, действуйте во имя Иисуса Христа, помните, если мы исповедуем наши грехи, то написано Он верен и праведен, Он простит и очистит и даст вам свободу, легкость и радость. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok